Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видеоролик, который посвящен стоковым обновлениям из HyperOS, который можно прикрутить на MIUI 14, на MIUI 13 и даже на MIUI 12.5, но это, как говорится, совсем другая история, и там нужно быть с этим всем очень осторожным. Да, на канале уже есть первый обзор этой прошивки, но многие спрашивают, что еще можно интересного из нее поставить на свой Xiaomi. Поэтому заваривайте себе горяченький чаек, присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодня у нас будет необычная подборка, потому что, допустим, я не буду делать какого-то супер акцента на рабочем столе и еще на чем-то. Потому что рабочий стол работает крайне нестабильно, и ставить его, ну, можно только лишь, чтобы ознакомиться с какими-то там нововведениями, которые появляются в разделе рабочий стол. У нас получается подопытное устройство Xiaomi 13T. И все вот эти вот приложения и так далее можно поставить, конечно же, на многие актуальные смартфоны Xiaomi. И давайте начинать с самого первого. Это приложение безопасность. Да, его можно спокойно поставить на глобальную прошивку и получить тут некоторые моменты, нюансы, которые вот в HyperOS проявились. В частности, это перерисованный раздел с батареей. Да, он у нас проявляется, и он на удивление будет работать. Как бы то казалось, одно приложение, и оно заставит все эти вот режимы новые полноценно функционировать. Тут у нас появляется возможность выбирать тот режим, в котором аппарат будет работать. Либо же это производительный, сбалансированный, экономия батареи и суперэкономия батареи. Также нам еще дополнительно выводится информация с защитой батареи. Это текущая температура, количество зарядок, а также оптимизированная зарядка. Ну вот если мы рассматриваем, в частности, Xiaomi 13T. Конечно, хотелось бы, чтобы на глобальном рынке добавили и как бы жизнь батареи, как это реализовано на айфонах и на других андроид устройствах. Но опять же, глобалку в этом моменте урезают, а китайская прошивка данную опцию получает. Ну и, конечно же, на устройстве доступны дополнительные функции, и в глобалке также они работают. Это так называемый новый режим сна, или же ночной режим, при котором отключаются все ненужные сервисы, процессы и так далее, которые не используются аппаратом ночью. Но это также позволяет нам немножечко улучшить его работоспособность. Ну и так-то, в принципе, друзья, это все, что можно отметить по новой безопасности в плане батареи. Дополнительно еще у нас выводится тут так называемый тулбокс, или же опции, которые сюда скидываются. И, кстати говоря, этот вид у нас из той версии, которая была там самой первой, по-моему, 8.1.15 или 8.1.7, в которой как раз вся эта история появилась. Или же вообще 8.1.2, честно, я уже не помню. И вот сейчас также можно всю эту историю себе вернуть. Да, хоть, конечно, тут локализации нет, тут только английский язык, я считаю, что стоит поставить себе это обновление и полноценно им. Следующий момент, конечно же, это новая шторка. Если вы себе не обновили на своем устройстве новую шторку, я вам рекомендую это сделать. Напоминаю вам, как выглядит старая шторка. Ну, старая, как бы, потому что уже она, скажем так, не актуальна. Ну, и также у вас, наверное, возникает логичный вопрос, где же найти эти обновления. Все ссылки будут в описании. То есть, вы эту всю историю можете найти в нашем телеграм-канале. Специально для вас мы сделали отдельный пост, в котором собрали все те приложения, которые можно установить на свое устройство без какого-либо, знаете, там, напряга. И вы будете понимать, что оно полноценно работает. Но, опять же, тут тоже есть свои приколы. Я вот попробовал сюда проводник поставить, он не работает. Ну, а у кого-то он, наоборот, будет функционировать. Так вот, новая шторка, мы на нее нажимаем. Тут максимально все удобно. Так вот, мы нажали на новую шторку, нас сюда перекинуло. Мы нажимаем обновить и запоминаем, как у нас каждое приложение называется. Потому что это важно. Дальше выбираем готово, опускаем шторку и получаем новый вид. Да, это вот такая история, которая, ну, действительно, как бы, несколько видоизменяет наше устройство. И напоминаю вам, что плеер тут у нас полноценно рабочий. Так что, в целом, можно себе пока что оставить эту версию и ею пользоваться. Если вам эта шторка не нравится, вы заходите в раздел под названием приложения. Выбираете все приложения. И тут в поиске пишите плагин. То есть, не надо ничего выдумывать дополнительно. Потому что, вот, я также читаю комментарии. Многие там пытаются какими-то обходными окольными путями найти. Ничего сложного тут нет. Вот, пожалуйста, плагин пользовательского интерфейса. Нажимаете Uninstall Updates. Потому что безопасность у нас на английском языке. И, соответственно, все эти менюшки также будут на английском языке. Удаляете и возвращаете старый стиль. Но, как по мне, лучше оставить новый. Ну, а мы с вами идем далее. Что еще по стоковым приложениям можно вам такого отметить? Это и галерея, это и заметки, Always On Display, а также редактор Media. Вот, кстати, редактор Media не на все устройства устанавливается. Также я тут опубликовал и рабочий стол. Но, опять же, я написал, что тут, как бы, возможно, нестабильная работа. И да, как бы, это по факту и есть. Что еще касается такого, что можно накатить на свое устройство, как я уже сказал, это галерея. Как вы можете заметить, у нас наблюдается также тут редизайн. То есть, у нас идет разделение на фото, а также на альбомы. Если вверху мы с вами нажимаем на три точки, мы получаем, ну, во-первых, те функции, которые присущи этому аппарату, там, искусство и так далее. То есть, это свистоперделки, я их называю. А также сюда у нас приезжают вот эти два раздела. То есть, все фотографии и отдельно фотографии сделаны камерой. Ну, и, конечно же, то, что мне вот реально понравилось и зашло, это возможность дифференциации наших фотографий. Портреты, селфи, слоу-мо, там, все возможные задержки и так далее, документы, а также бёрст. В общем, это очень удобно, как по мне. И данное обновление, вот, в плане возможностей галереи, действительно улучшает всю эту историю. У нас еще обновляется приложение калькулятор, и оно под стать как раз вот новой HyperOS. Такие вот, ну, как квадратики с закругленными краями, выглядит действительно весьма очень свежо и интересно. Так что, также всю эту историю можно себе поставить. Выложил я еще обновление и для активного экрана. Если вам также хочется обновить до актуальной версии Always On Display, то вы это можете сделать. Допустим, ставим вот так, и мы с вами выключаем смартфон. И по логике вещей должно у нас проявиться без всяких проблем. Да, пожалуйста, тут у нас все функционирует. Конечно, не стоит думать, что поставив, там, допустим, Always On Display на IPS экран, он у вас появится. Нет, это ложное какое-то мнение, утверждение. Вы только лишь обновите эту версию. Always On Display, как сама программа, она там лежит где-то в недрах MIUI. Она, в принципе, присуща на каждом аппарате, то есть по умолчанию, как бы в прошивке идет. Потому на IPS экранах обновляйте, хоть не обновляйте, все равно у вас активный экран не вылезет. А там, где есть Always On Display, вы обновляете, ну и, в принципе, просто улучшаете цифры кистре его смартфона. Что же касается заметок, также там, ну, обновление циферок, версия 7, ничего сверхнового не добавляется, скажем так. И вот еще есть одно интересное обновление у нас, часов, которое, ну, скажем так, действительно очень интересно работает. И я ждал, когда же это приложение обновят. Показываю вам версия 15.6.0, да, как бы разработчики уже пошли довольно далеко. И тут у нас все так же, можно наблюдать некий такой редизайн. Плюс добавляется такая тема, как регулярный сон имеет важное значение. То есть мы можем запланировать наш сон или же управлять им. Мы нажимаем там дальше начать, выбираем, когда мы ложимся спать, во сколько просыпаемся, и аппарат будет за всей этой историей следить. И, собственно, это и все обновления, которые мы вытащили из новой HyperOS, которые можно поставить на свое устройство. Честно сказать, я воодушевлен тем, как оно все выглядит и как оно работает. Потому я вам, как я уже сказал, в описании оставляю ссылку на этот пост. Переходите, качайте, устанавливайте и улучшайте свои устройства. Также еще в планах есть несколько видеороликов на эту историю под названием HyperOS. Вот и поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И не забывайте о наших социальных сетях, чтобы там также узнавать первыми о выходе новых видеороликов. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или же остались вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok